Добрый день, меня зовут Борис, я сооснователь компании «Призыва.нет» и сегодня я имею честь приветствовать историка, автора трудов по военной истории, автора многих материалов, известных на всю Россию и, что главное для меня как сооснователя «Призыва.нет», человека, изучающего профессиональную историю призыва в России, Евгений Панасенков. И, собственно, позвал я Евгения для того, чтобы узнать подробности о том, откуда взялся в России призыв, почему этот призыв годами при моей только жизни никуда не отменяет и, в общем-то, поприветствовать дорогого гостя в офисе, задать все вопросы, которые интересуют меня и в ответ ответить на те вопросы, которые, может быть, интересуют Евгения и его зрителей нашей компании. Да, спасибо, Борис, за такое яркое представление, но поскольку я военный историк и вот я так вторгся в твой офис, то я бы хотел перехватить военную инициативу и взять ситуацию несколько в свои руки. Я, конечно, отвечу на все вопросы исторические, но прежде всего, вот что у вас здесь вообще за такая организация, да, как это появилось, какие ее задачи, цели. И, в общем-то, я тебе честно скажу, мне это очень близко, идея освобождать личность, высвобождать личность, нет ничего важнее в жизни, в истории, чем свобода личности, да, но пути есть разные. И вот я, с одной стороны, понимаю, что это замечательная идея, с другой стороны, вот объясни мне и особенно тем, кто будет нас смотреть, слушать, собственно, как вы это делаете? Юридически, законно ли это? И как вы это делаете технически? Потому что какими методами? Я так понимаю, что это и не бесплатно, и не быстро, но качественно, или как? Вот как это происходит? Да, все очень просто. Наша компания, в принципе, близка идея, так скажем, свободы личности, да, я не буду говорить либеральной, потому что либеральный каждый трактует как хочет, да, то есть нам именно близка свобода, а свобода выбора. Мы работаем в этом узком сегменте призыва, я не могу так широко говорить, да, о свободе личности как историк, поэтому я буду говорить о том, чем занимаюсь уже 11 лет профессионально, я 11 лет, и компания 11 лет. А как мы, собственно, это делаем? Когда в 2009 году встал вопрос о том, что, собственно, передо мной в том числе стоял этот вопрос ввиду моего возраста, а как, собственно, доставить эту свободу личности хотя бы себе, потому что о других я, быть честным, тогда не думал, думал я тогда только о себе, а эту свободу личности хотелось доставить себе, потому что я жил прекрасной жизнью, занимался там, поступал в какой-то университет, да, начинал заниматься бизнесом, и вот этот вот год без интеллектуального, так скажем, времяпрепровождения, если не сказать по-другому, да, меня как-то никак не прельщал. И, в общем-то, начался вот этот поиск с моими друзьями, партнерами будущими о том, как, в общем-то, это делать. И все это переросло вот в 11 лет этого благородного труда, как он происходит. У нас есть большая команда врачей, у нас есть медицинская лицензия, и мы, по сути, медицинская организация, которая на правах медицинской организации имеет право обследовать состояние здоровья призывника, в теории ставить диагнозы, чем мы не занимаемся по ряду причин, потому что наши добросовестные сотрудники военкомата, да, мы сегодня будем комплиментарно о них говорить, они, конечно, посмотрев о том, что призыва нет, поставил диагноз, не в восторге от этого, мягко скажем. Поэтому диагнозы мы только говорим, так скажем, неофициально, и ведем этих прекрасных клиентов-призывников проверять их в государственных поликлиниках, для того, чтобы, так сказать, была чистота эксперимента. Потому что, когда эти диагнозы подтверждает сама же система, людям, работающим в этой системе военкомате, сложновато потом. Сразу перебью, а вот какой процентаж подтверждений? Процентаж в районе 100%. Человек может уйти в армию только по причине, а, передумал, б, потому что... Много передумавших. Пропаганда работает неплохо, надо сказать, такие... Не надо же пропаганда, пропаганда, духовность. Духовность, да, духовность, скрепы, родительские в том числе, что, к сожалению... Ой, родительские, да, да. Ты знаешь, я тебя тоже перебью. Когда я вас похвалил в эфире на своем стриме недавно, мне стали писать очень странные записки в личку, такого рода, что, ну, я бы вот, там, призывник какой-нибудь, я бы очень хотел освободиться и все, и понимаю, что это мне не нужно, я должен развиваться. Но вот в семье такая психическая ситуация, что давят родители, значит, ты должен быть мужиком, ты должен пойти там, получить по морде, чтобы на тебя, видимо, написали сзади Дагестан, да, я не знаю, что искупаться мордой в дерьме, чистить унитазы, ну, то есть заниматься каким-то потрясающим интеллектуальным трудом, который необходим для становления настоящего мужчины. Я вообще считаю, что, знаешь, замечательный мем «Не служил Панасенкову, не мужик», мы будем предлагать клиенту. Да, предлагать, что не служил Панасенкову, не мужик, и повесить меня в шубе в мехах, что было такое изменитое произведение Захера Мазоха «Венера в мехах» про мазохизм, понимаете? И действительно, там же тоже есть те, кто служит в другом смысле, понимаете? И это тоже, кстати, касается медицинского вопроса. Поэтому, если кто-то очень хочет послужить, есть альтернативная служба, так сказать, да, такого свойства. Если они хотят быть унижены, вы понимаете, но быть униженным каким-то дедом – это постыдно для мужика. А если тебя унизит известный человек, талантливый, и, в общем, с именем, я считаю, что это даже как-то, ну, неблагородно, и можно такой даже выдавать, там же дембелью что-то, мы можем тоже выдавать какую-то специальную такую, знаешь, с виньеточкой и подпись, что, да, действительно, был, служил. Конфакт запротокалирован. И тоже предоставлять, потому что вот действительно есть такое понятие альтернативная служба. И опять-таки тема родины, любви. Я вот не совсем понимаю, я понимаю, может, любить что-то, ну, я не знаю, там конфету, пейзаж, погоду, тело, там секс, отдых, сон, ну, можно любить, да. Но любить вот то, что, когда государство начинает себя называть родиной, то есть любить вот жандармов, те места, которые ты никогда не видел, а родина, она многообразная, это не только береза одиноко стоящая, береза такая, знаешь, вот, Аленка, Аленка Васнецова сидит на Васнецове, на камне Васнецова сидит. Кстати, ты знаешь, мало кто знает, вот, наши патриоты, что изначально название знаменитой картины, вот эта Аленка на камне, дурочка, да, потому что она больная девочка, и она поэтому так сидит, а не потому, что она такая интеллектуалка и так проникается вот этим камнем и русским лесом, это, она не Левитан, понимаешь, великий русский художник Исаак Левитан, чтобы проникаться русской природой. Она, вот, и поэтому, если вы хотите идти и защищать вот этот камень и Ротенбергов, или там какую-нибудь, если берем историю фантастические, значит, приехала немка, в Россию приехала немка, потрясающая, тетка была страшно ебливой, жутко, просто вставляла в себя все, что есть, вот, она вообще анхальд, там, долго-долго-долго, вот, цербская, анхальд-цербская, да, но по-русски Романова, ну, Екатерина, Екатерина, она потрясающая, она как приняла православие, прибила мужа, вот, ну, вот, как бы прониклась в этой ситуации, потом вставляла в себя фаворитов, между делом она посылала завоевывать те территории, из-за которых потом Россия должна была их что? удержать, кормить, за них воевать, то есть новые войны, когда она уже померла, и вот за нее, за эту немку потрясающе нужно было обязательно крепостным, но тогда уже, когда берут в реку, что они не крепостные, помирать, во-первых, это потрясающая доля, ты сдох за немку, она в себя вставляет, там, какого-то фаворита, а ты где-то в грязном окопе подыхаешь, изумительное ощущение, потом тоже, вот, Николай Первый, это изумительный был Николай Палкин, мало кто знает, что вот русские люди дохли в 12-м году, а потом дочка Николая Первого вышла замуж за сына Евгения Богорне, который командовал корпусом Великой Армии в войне в 12-м году, пасынок Наполеона, сын Жозефины, и вот его сын Максимилиан Богорне, ну, правильное произношение Боарне, Жен Боарне, ну, в нашей традиции Евгения Богорне, вот его сын стал мужем дочки Николая Первого, более того, получил колоссальный статус в России, дворцы имения, и в Академию художеств, и ну, все, что только можно, получил бы его красавец с осиной талии, и все, а крепостные крестьяне так и оставались рабами, то есть вот Романову породнили с Бонапартами, а крепостные, которые дохли, почему? Потому что Александр Первый, это же Александр Первый, виновен в конфликте, вот, собственно, то, о чем я пишу в своих монографиях, в том числе в «Капитальном труде», Александр Первый послал русских дохнуть в 1805 году, когда произошел в итоге Аустерлиц, а для чего? Это была же не оборона границ, это была попытка интервенции во Франции, почему? Потому что Александр просто завидовал славе, гения, славе Наполеона. И затем пошел в 1806, 1807 году, получил Тильзит, уже Наполеон подарил область целую России, в Тильзитскую миру, Александр снова стал готовиться к войне. Кстати, колоссальные расходы на армии, потому что в мирный 1808 год моментально, в несколько раз увеличили расходы на армию, чтобы опять воевать. Получили войну 12-го года, сами сожгли Москву. Ростовщин, московский генерал-губернатор, вот здесь, кстати, недалеко, недалеко от твоего офиса его дом, он приказал сжечь Москву. У нас по минутам известно, кто как сжигал, это редкий случай в истории, когда мы имеем такие документы. И вот за что умирать? У меня всегда был этот вопрос, и когда сейчас пишут, ребятки, в семье такое, что надо быть мужиком, служить, то есть, во-первых, непонятно, но надо выбрать. Действительно, есть варианты. Можно за дачи Ротенбергов, можно не за дачи. Есть другой совершенно вариант, абсолютно другой, дача Сечина. Понимаешь? Это совершенно другой вариант. Можно за анхальцербскую старуху, можно за то, чтобы дочка православного царя, немца по крови Николая I, стала женой сына пасынка Наполеона. Вариантов действительно масса. Но я повторяю, но действительно есть альтернативы, можете служить более, надо сказать, да. И если вы хотите, чтобы вас унизили, я тоже могу это. Надо сказать, Евгений, да, извиняюсь, что перебиваю, что как раз ребята, которые сюда приходят, они, ну я не буду уж говорить, проникаясь исключительно вашими трудами, но в том числе, да, проникаясь в трудами всех, кто несет это бремя на себе сейчас какого-то благоразумия, и в принципе и сами ребята принимают абсолютно верное решение. Вот если даже сравнивать год к году, вот последние годы абсолютно все говорят, что я хочу освободиться, потому что у меня есть дела поважнее. У меня есть свобода, я хочу выбрать. У человека одна жизнь, вы должны это понять, ребятки, одна жизнь. И это же, минуточку, вот смотрите, кто кому что обязан. Если ты несчастный ребенок, простите, я уже скажу научно, вылетел из дырки здесь, это же не ты виноват. Это виноваты родителей, так называемые, которые часто вообще не являются, так сказать, в высоком смысле это слово родителями. Это, кстати, виновата государственная политика, потому что мы говорим, рожайте, рожайте, рожайте. А вы обеспечиваете хорошую жизнь? Или вы посылаете так, чтобы бабы еще нарожают? То есть, простите, для чего, для чего вам нужно это пушечное мясо? Вы же... А кто-то вылетел в Швейцарии, кто-то, правда, еще там хуже в какой-нибудь Кении, там Конго и так далее, ну а кто-то вылетел в Швейцарии, а вокруг сразу горы и, значит, безусловный доход, и ты не должен, так сказать, на Донбасс, а тут, понимаешь, так, что могут и здесь спилим, и там пошлем. Ужас. И, конечно, здесь прежде всего надо объяснять людям цены жизни, цены свободы, у них одна жизнь. И у нас же еще идет такая, ну не только у нас, но это архаическая подлая героизация, героизация вот смерти. Вы понимаете, смерть, они даже не понимают, что это. Это ничто, это совсем выключается свет, и ты больше не видишь ни солнца, ты ничего не чувствуешь, они не понимают это. А у нас с детства трехлетних надевают уже военные, и, ну, слушайте, вот там в Палестине, знаешь, террористов учат, с трех лет они с автоматом ходят, это культ смерти, это самое страшное, что может быть. У нас не культ жизни, у нас культ смерти. Я учу всю свою жизнь, учу в книгах, в постах, в делах, в роликах, я учу, что мы должны учиться жить, а нас учат умирать. Вы понимаете, почему русский народ ни в один век, ни в один год, вдумайтесь, ни один год, ни один правитель России не учил людей, что надо жить за Родину, или для Родины, или для государства, жить. Учат, что надо умирать за Родину. Причем, ну, действительно, пришла злая сила, да, но, а просто так, априори, вставить вот это, понимаешь, такое лингвистическое, не знаю, как это сказать, программирование, умирать за Родину, даже, понимаешь, это связано еще и с тем, как используют наших солдат на войне. Да, я, ты знаешь, я не пацифист, действительно, есть то, когда необходимо не от другого выхода сражаться, вопрос другой, кто должен сражаться, то есть профессионал должен сражаться, который рожден воином. У всех у нас очень разный организм, психика, поля головного мозга, кто-то, у кого-то эти поля, они настроены на агрессию, войну, и как раз нужно реализовать, пусть он воюет, это прекрасно, но, а кто-то абсолютно теряется и не должен, может себя гениально реализовать в творческом, научном потенциале, бизнесе и так далее. И первое, и как воевать? Вот опять-таки, о чем я здесь пишу, то, как используют наши так называемые полководцы, солдат, ну, слушайте, на Западе к скоту чаще лучше относятся люди, чем у нас к солдатам, ты знаешь, кстати, я вот сейчас ехал к тебе, если найду быстро, быстро цитату, то я тебе, то я тебе покажу, не найду, значит, значит, не покажу. Одна, вот смотри, солдат не жалеть, баба еще нарожать, знаешь эту фразу, ее приписывает обычно Жукову, вот что я пишу в своей книге. Ну, во-первых, с чего все в данной главе начинается, когда русская армия проиграла Бородинское сражение, вернее, не армия, а Кутузов, проиграл Бородинское сражение, потому что он полководец, он фактически не командовал, а это не моя фраза, это фраза Николая Николаевича Раевского, генерала, это он сказал, что нами никто не командовал, русская армия проиграла позорно Бородинское сражение, отбежала к Москве, бросила Москву, Ростовщин, который здесь недалеко жил, приказал сжечь, Кутузов одновременно приказает вывести пожарный инструмент, то есть на верную гибель обрекает, и одновременно вместе с этим бросает в столице, во второй столице, в духовной столице 30 тысяч русских ранних бросает, при этом Кутузов не забывает вывести своих любовниц 14-летних переодетых казачками, а Ростовщин не забывает вывести дорогие портреты итальянских художников, серебро, это он не забыл вывести, а вот русских ранних забыли, и французы, вот я пишу, французы были в ужасе от зверств русского правительства, двоеточие цитаты, эти варвары не пощадили даже собственных раненых, 25 тысяч русских ранних, привезенных сюда из Можайска, стали жертвами этой жестокости, ну по русским документам даже 30 тысяч, другая цитата, 30 тысяч раненых и больных русских, сгорело, констатировал Наполеон в бюллетене от 17 сентября, ну не все сгорели, некоторых спасли, а кто спас, те кто вошли, французы, гвардейцы, ценой собственной жизни спасали русских раненых, более того, здесь тоже недалеко воспитательный дом, французы спасли детей, брошенных, сирот бросили, просто, никого не вывезли, Кутузов возил любовниц, и как тут не вспомнить знаменитую фразу «Солдат не жалеть, бабы еще она рожает», ее не без оснований приписывали Жукову, Буденову приписывали, но есть еще один автор и адепт, который приходит мне на память, но об этом никто не знает и не пишет, вот что я вычитал в свое время в письме императрицы Александры Федоровны, ну она такая же Александра Федоровна, как я Майя Плесецкая, тоже по крови, понимаешь, своему мужу Николаю Второму, но он тоже такой же Николай, как я Иосиф Кобзон. Так вот, 4 августа 916 года, то есть это не Жуков, 4 августа 16 года по старому стилю она пишет православному царю, мужу, генералы знают, что у нас еще много солдат в России и поэтому не щадят жизни. У нас еще много солдат в России, вот в нашей, которой мы владеем, поэтому что сказать, вот собственно вот эта книга, кстати, это и есть, вы находите медицинские основания, а вот это научные, исторические, психологические основания, почему, в общем-то, надо жить, они не отправляться, я как раз и в продолжение, так сказать, и хотел поинтересоваться, а все-таки, кто был первооснователем, так сказать, вот этой истории с призывом на Руси, в царские времена, скорее всего, разумеется, кто это придумал и что меня больше всего интересует, я много кому задавал этот вопрос, и на камеру, и вне камер, собственно, для чего, первоначально это для чего, сейчас для чего с горем пополам понятно, мы, наверное, об этом еще поговорим, конечно, пойми, в даче, и надо прикрывать офшоры, вилы в Ницце, ты не понимаешь, для чего, для чего, для чего, ясно для чего, ты же такой, а тогда, а тогда, то же самое, вилы, пойми, вся Ницца до революции, есть такое понятие, если ты слышал, русская Ницца, русская Ницца, к 17-му году, вот, за, может быть, 20 лет, перед 17-м годом, это была эпоха, прекрасная эпоха по-французски, русские князья, магнаты, богатые люди отстроили в Ницце фантастически красивые особняки, вилы, купили квартиры, возвели, естественно, огромный русский храм, и там, очень так вот, молились древнеевреевскому поликлорному, так сказать, понимаешь, у нас же все как, они в Ницце молились на древнеиудейскую тему, чтобы в России крестьяне, ну, уже тогда так, более-менее официально освобожденные, правда, без земли, значит, вот такая история, жили лучше, и была русская Ницца, вообще, как, ну, призыв, это такой современный термин относительно, как комплектовалась русская армия, если мы берем уже эпоху более-менее, ну, как сказать, ну, не совсем архаичную, потому что в архаике там, потому и она архаика, что все архаично, а если что-то системное, то, конечно, мы начинаем с Петра, вот как в первые годы, в 705 году, в 1705 году, он устроил, учредил, вот то, что называется рекрутский набор, рекрутчины, так это и длилось до реформы, это милютинская реформа, это до 1874 года, вот считай, почти, там, ну, фактически, 170 лет, страшный рекрутский набор, что это такое? А это очень просто, это, вот, с общины, да, в основном, ну, понятно, что, конечно, служили дворяне до того, как освободила Екатерина, но в основном крестьянская армия, община обязана была выделить, предоставить государству, вот это пушечное мясо, так сказать, и что было самым позорным и страшным, от кого избавлялась община, эта же подлость, избавлялась от больных, то есть, поставляли в армию, как любили государства, поскольку все, была война всех против всех, соответственно, ясно, что они себя не чувствовали гражданами, такого понятия гражданин не было, в крепостном праве не может быть понятия гражданин, они предоставляли больных, калечных, а что значит больных калечных, значит, и, ну, условно, да, слово призывание, призывник, рекрут, потенциальный рекрут 18-го, первой половины 19-го века, для него возможностью откосить было что? Порча конечностей, и вот в эпоху, как раз войны 12-го года, колоссальное, рубили себе руки, пальцы, ноги, это было, то, что вот вы, по документам, да, а раньше у них такой фирмы не было, и они себе занимались, такой самодеятельностью занимались, вот, и тут же у вас, я надеюсь, в этих комнатах там нет, заходит призывник, заплатил вам деньги, я говорю, ну, все, значит, ну, левую, правую, давай выбирай, выбирай, какой ты меньше работаешь, что я сказал, вот, вырезаем, это вырезаем, это все надо вырезать, короче говоря, короче говоря, так вот длилось, посылали больных, посылали сирот, или еще подлее, вот кто более, знаешь, так, имеет характер, какое-то мнение, и его наказывают, то есть, посылали, наверное, смерть вот таких, а дальше, что страшно, ведь забирали сначала пожизненно, сначала пожизненно, вот ты живешь там сколько-то лет, юноша, потом тебя община решила послать в армию, и ты пожизненно, пока не сдохнешь, а условия дикие были, понимаешь, армия в 18 веке, где, где, как спать, на чем, сейчас-то не очень условие, пока не сдохнешь, ты все, ты становишься деклассированным, то есть ты, ну, понятно, что я такой служил со слове, но ты уже не крестьянин, ты не крестьянин, ты больше уже не член общины, а если забрали, у тебя вдруг уже, прости, баба, жена, она становится чьей наложницей, либо часто отца, брата отца старшего, либо какого-нибудь еще брата, либо помещика, она становится солдаткой, и вот тоже я описываю по документу 18-19 века, судьбы солдаток, не тех, у кого умер муж, а тех, просто, когда уже, они страшные, просто страшные судьбы были, и вот забирают, и дальше я здесь тоже цитирую, чудовищные совершенно вещи были, мало кто знает, опять-таки, вот 12-й год, ведь Кутузов не занимался тем, что должен был делать, то есть комплектованием одежды, провианты и так далее, в итоге, как ты знаешь, русская армия, когда вот вышла из Тарутина, да, Наполеон разбил русских после Москвы под Малоярославцем, Кутузов опять отступил к полотням заводом, потом Наполеон стал отходить, потому что просто не было мира, какой смысл, потому что император французов, он должен уходить во Францию, кстати, император Франции неверный термин, император французов в правильном произношении, так вот, переводит, так вот, и не было фактически ни одного серьезного сражения до границы, Кутузов шел так называемым параллельным маршем, он не хотел драться с Наполеоном, понимал, что еще раз проиграет, но потери не боевые, были чудовищными, Кутузов из Тарутина вывел около 130 тысяч, Вильна, Вильнюс привел около 27 тысяч, то есть 100 тысяч, из них 90% почти не боевых потерь, то есть просто, я здесь цитирую, как пишут в дневниках офицеры, что у нас нет еды, у нас нет одежды, все, значит, в шиблохи и так далее, и самое страшное, это закоченевшие трупы по всей дороге, весь 13-й год хоронили своих же солдат, не погибших в бою, а просто по дороге, потому что Кутузов то спал, то со своими этими девками 14-летними, и этим не занимался, не просто там, ну, как тебе объяснить, не очень приятно умереть, но за что и как, если со смыслом, что происходило во Второй мировой войне финской, это у всех на слуху, все мы понимаем, там не просто бросали, ну, знаете, даже не знаю, как сказать, действительно, как пушечное мясо, бросали, были горы из трупов бессмысленных, да, горы, но помимо этого еще, а заград отряды, когда свои, по приказу своих, стреляли в спину, и тоже, кстати, это изобрел Кутузов, потому что уже дезертистов было колоссально, когда он принял армию, это изобретение, об этом тоже не пишут, вот я это упомянул, многие русские солдаты уже на месте понимали, что сражаться-то за это нельзя, и я повторяю, я не пацифист, когда надо, тогда надо, вопрос в том, кто, то есть кто к этому биологически готов, и обучен профессионально, первое, и второе, как, то есть начальники, командиры, главнокомандующие, цари, полководцы и генсеки, президенты должны ценить человеческую жизнь, у нас никогда не ценили, просто никогда. Да, история, она и создана для того, чтобы не повторять ошибок, да, так скажем. Совершенно верно, а у нас история не наука, я пытаюсь сделать историю наукой, математической, а у нас это не просто, там, специальное мифотворство, пропаганда, это да, но еще, знаешь, такой описательный момент, описательный, просто вот дата, вот, а что за этим стоит, причина, и вывод, дальше, что мы меняем, делаем или не меняем, самое же важное, важное, почему, почему мне так что-то не нравится, вот я это пишу, нет, я для чего-то, для того, чтобы это исправить, и повторяли, у нас что такое патриотизм, это квасной, казенный патриотизм, это как что-то очень плохое, и мы говорим, вот это плохое, это замечательно, потому что это наше, а я считаю, что патриотизм, и когда ты видишь плохое, исправляешь, чтобы было лучше, тогда ты искренне, ну, понимаешь, вот у тебя фирма, да, понятно, все это происходит за деньги, я вообще сам за капитализм, абсолютно точно, но ведь, наверное, или я не прав, адекватно, у вас неадекватно по цене, это же и невозможно сделать бесплатно, потому что нужны реальные юристы, нужны звонки, нужны документы, походы, контроль и так далее, вот как это, потому что тоже, знаешь, ну, бывает, ну, такое, знаешь, вот так вот, просто тянуть деньги из людей, да, даже с каким-то хорошим результатом, вот как это обстоит технически? А, да, технически все так, в продолжение, вот что, очень важный момент, наверное, я буду переноситься, так сказать, из истории в реальность, реальность в том, что за период нашей деятельности, вот за эти 11 лет, а как раз-таки наша власть умудрилась засекретить данные о тех самых небоевых потерях, то есть мы на истории не просто не учимся, а мы ее пытаемся еще и затереть, то есть когда-то... Да неужели? Когда-то наше время станет тоже историческим моментом, да, и вот этот исторический момент в книгах каких-то уже других авторов запомнится тем, что просто я вот боюсь ошибиться с годом и ошибусь с годом, поэтому не буду говорить, это было вот за последние 10 лет, а в какой-то момент, когда каждый год пропорционально в два раза росло количество небоевых потерь, это, конечно, уже измерялось не десятками тысяч, как раньше, а тысячами, что, кстати, для трех-то веков не очень-то и большой прогресс, а это в какой-то момент вдруг стало секретными данными, это как-то, по-моему, это совпало с 2014 годом, но я не буду сейчас... А что же я не знаю, что произошло в 2014 году, мне кажется, что Россия в этом году не вела никаких войн. Да, разумеется, разумеется, вот, это понятно, вот, ну, благо... Вы вообще самые мирные державы. благо, наверное, засекретили, потому что меньше стало, меньше, и решили такие мелкие... Именно поэтому. Да, мелкие цифры, в общем, ну, и зачем их, собственно, опубликовать. Да, не серьезно. что касается нашей деятельности, благо, мы занимаемся призывниками, а не тем, кто ездит на несуществующие войны или не ездит на войны. Вот, как это происходит, почему нельзя сделать бесплатно? Потому что для того, чтобы человеку дать возможность быть в безопасности от этой системы, призыва, да, ему нужен юрист, ему нужен личный врач, да, то есть я, как бы сказал, что у нас есть медицинская лицензия, возможность найти заболевание, с которым каждый не пойдет служить, этого мало. Мы больше того, вот в каждой из этих кабинах, там не конечности отрезают, да, а там консультируют, да, все-таки нет. Вот, там отрезают. У тебя вообще есть большой специалист по исследованию, кто отрезает конечности. Да, да, там изучают, собственно, данные о том, что у человека сейчас есть, что за ситуация, и ему зачастую говорят, слушай, есть у тебя основания не служить, и с миром отпускают, говорят, не надо платить никакие деньги, ты приходи к нам на бесплатную консультацию, мы тебе все расскажем, почему мы это делаем, мы не перестаем быть бизнесом, мы не перестаем быть коммерческой организацией в это время, потому что мы знаем, что здесь в Москве или в любом другом там из 45 городов, где он придет, он следом, если это особенно призывное время, приходит в военкомат, показывает те же самые документы, в лучшем случае ему просто делают вот так, и говорят, ничего тут нету, ну ерунда же, ерунда, ну слушай, ну поскостопие, третий, иди пересними, иди пересними в государственную поликлинику, оп, государственная поликлиника, никого не обвиняю, ничего плохого не хочу сказать, вдруг второе, что случилось, как быть, никто не знает, то же самое с любым заболеванием, тысяча заболеваний, да, условно говоря, тысяча вдруг видоизменяется, то есть вообще у нас больное население, да? Население, да не то чтобы население, знаете ли, больное, скорее, как сказать, в армию должны идти все-таки не только по врожденным признакам здоровые люди, ну и физически должны идти лучше, она должна быть не многочисленная, но она должна быть действительно качественная, и таких космонавтов, в кавычках, да, можно найти, разумеется, а у нас пытаются взять количеством не только на этапе, когда ты вот уже идешь, что нужно 135 тысяч, и ни одним больше, ни одним меньше, неважно, и нарожали ли те самые бабы, да, 135 тысяч здоровых, или не нарожали, это тоже никто не смотрит, вот даже коронавирус был, карантин, чистые пруды, народу никого, нельзя выходить на улицу, нельзя работать никому, ни рестораном, ни кафе, ни парикмахерским, не в том числе нам, да, как простым смертным, но 1 апреля призыв мы не отменяем, мы даже делали петицию, мы не верим в эти петиции, но тем не менее, призыв мы не отменяем, спустя несколько дней, ладно, окей, подождем несколько дней, подождали в итоге до 12 мая, если не ошибаюсь, 12 мая с двойным, собственно, потугом начали все это делать, потому что, ну, в общем-то, план-то никуда не поменялся, мы ждали хотя бы скорректируют, но нет, и вот, собственно, вот эти деньги, в Москве, там, в Питере, это 79 тысяч рублей, в регионах, это 49, они платятся за то, чтобы с этой болезнью, которую мы у тебя найдем, или даже если она у тебя есть, а когда тебе в военкомате покажут, что болезнь-то не такая, как тебе кажется, или, в общем, все вообще не так прозрачно, как ты думаешь, и еще говорят, все не так просто, да, все не так просто, и особенно очень частая фраза, говорят, вот там расписание болезни, к сожалению, сейчас нет под рукой, это такая достаточно толстая книжка, с половину вот этой книги, да, с половину, вот, то есть, и там все эти болезни, да, перечислены, и вот там, значит, открывает врач, и начинает медицинскими терминами швырять в этого несчастного призывника, где, в общем-то, кстати, обратите внимание, вот я всегда говорю, что война-то начинается здесь, какое НАТО, я думаю, что здесь гораздо больше агрессии, как мне кажется, эмоциональной, личностной, да, война, вот мы как думаем, что вот, значит, какие-то униформы, толководцы, пушки, нет, война, это то, что происходит часто в семье, на улице, между сословиями, классами, обществом, между возрастами, война, это понятие всепроникающее, и вот то, что ты описываешь, это, в общем-то, война внутри войны, и друг против друга, вот что, с чем нужно бороться на первом месте, чтобы устранить причины, которые дают эту войну. если покопаться в этом глубже, то это получается просто не любовь же к своим, по большому счету, потому что эти врачи... где же этот патриотизм, если врач чувствует, что вот, надо, значит, обойти как-то этого призывника, призывник чувствует, что надо обойти врача, комиссия, ну, это чудо, я считаю, что это чудовищно, кстати, учти, что вот ваша фирма обанкротится, когда, если я приду в власти, потому что я, естественно, я моментально отменю вот такой призыв, у меня будет только контрактная профессиональная армия, и вот такие, как ты, понимаешь сразу, ну, что-то придумаешь другое, там, мне служить. Не, да, мы никогда, кстати, этого не боялись, я говорю, мы вот пропагандировали отмену весеннего призыва, мы в общем и целом везде готовы поддержать отмену призыва, потому что придумать-то действительно что-то можно, и с каждым годом, как этот механизм деградирует, стареет, мы видим, то есть, понятное дело, что очень многие говорят, да вы там чуть ли не главные интересанты призыва сейчас, да, ну, конечно, ты должен прямо молиться, повесить шойгу себе, а он вот, пожалуйста, где фотографии, повесить шойгу, а где свечки, тут даже свечи стоят, так сказать, круг вот это, не, ну, круг вот это рукой, свечи молиться, так сказать, все, помятую фольклор древне-иудейский, мое, конечно, что дай бог здоровья, вот, да, дай бог, а по-моему, шойгу сам-то не служил или служил? шойгу сам не служил, это тоже очень известный мем, не служил, а практически каждый первый, да, шойгу не служил, он получил звание, но это ему не мешает, то хороший вариант есть, не служил. Да, обращайтесь сначала в призывах. Да. Вот, нет, на самом деле, это в том числе и правда, потому что очень многие этот год тратят на гораздо более полезные вещи, очень многие, нам иногда претензии кидают, вот вы освобождаете, а люди там за компьютером этот год сидят, да, мое мнение, что лучше пусть он сам выберет за компьютером просидеть, это его личное дело. Смотри, это, во-первых, никого не должно касаться, как человек распоряжается своей жизнью, и только подонок, ублюдок и дегенерат смеет кому-то навязывать или вообще комментировать, как человек распоряжается своей единственной жизнью, это первое. Второе, за компьютером, да, действительно, кто-то, но, что такое компьютер, как и телевидение, как и все, это метод, способ, техническая штука, можно действительно дебильные мультики, можно вообще что-то уродское, может слушать Марию Калас, Пласио Доминго, меня, читать какие-то замечательные исследования, и стихи, конечно, лучше читать и научные, и литературные, вот, как предмет, как книгу, книга это предмет, живой предмет, но так или иначе, компьютер, он имеет очень, смотря, кто его использует, поэтому здесь, мы отвергаем этот тезис. Ну вот, собственно, наша деятельность сводится к тому, чтобы найти, закрепить, доказать, что самое главное, и это бесконечное, то есть, мы уже такой, из плоскости военкомата. Но вы не бросаете, потому что я не взял деньги и бросил там. Нет, нет, мы не бросаем, один следушник, его не бросаем, и помимо того, что не бросаем, я вот хотел сказать, что у нас переход, вот этот из военкомата, плоскости, начинается борьба с другими государственными органами, причем я могу сказать, что те же суды работают гораздо лучше, чем военкоматы, ввиду того, что, наверное, есть какой-то несправедливый суд, а в других сферах... А, кстати, интересно, как оценка судебного производства в этом отношении? А я вот могу сказать, что неплохо, я вот не первый раз это говорю, и не первый раз говорю публично, а суды работают неплохо, а вот касательно, то есть, когда вот из плоскости... Не политическая, а вот такая бытовая... Да, то есть, это не политическая история, суды работают неплохо, я больше скажу, прокуратура, ФСБ, кто угодно, военная прокуратура, а в принципе, в принципе, вот во вне политической какой-то стезе добиться справедливости можно. Ну, им тоже не нужно ведь идти на рожон и тоже себя подставлять. Да, я причем... Все законные, я так понимаю. Да, я знаю причины этого. Тем более, что все же друг за другом следят. Да, да, мы работаем законно, и причина этого, я знаю, военкомат, это такая... Знаешь, не только мы там понимаем, я, вы там, да, понимаем, что военкомат это вот какой-то странный субстрат уже из прошлого, да, а вот те самые ребята в прокуратуре, потому что в прокуратуре, согласитесь, кто-то мечтает все-таки работать, до сих пор это там в МВД, мы можем... Ну, есть люди, которые вообще вот просто мечтают какой-то сесть в какой-то крест. Да, 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 да. Чтобы над ними висел там Штирлиц какой-то. Это вызывает какое-то, понимаешь, вот это... Пиетет, да. Пиетет, да. А вот правильно, ты совершенно верный, то, что я показал, ты описал, это называется старинное славянское слово пиетет. Вот, да, но они же более современные, они, наверное, и богаче. они все равно, они все равно, просто уважение какое-то, пусть определенных слоев общества к вот этим органам есть, и к ФСБ, и к прокуратуре. И когда люди туда идут, они очень быстро понимают масштаб личности, и масштаб... То есть, если, грубо говоря, сотрудник прокуратуры в Москве, это чаще всего выпускник в той или иной мере престижного вуза, юрфака, это в той или иной мере. Не знаю, вот ты говоришь, я не могу подтвердить меня проверку, это такое, так скажем, это очень соусредненное, понятное дело. То есть, у меня все равно это немножко нонсенс вот работать в этих, такой быть, функции, для меня, но, наверное, в сравнении, конечно, с теми, кто вот действительно детей вот сидят в военкомате, и приходит ребенок, а ты его пытаешься... Да, ну, конечно, все понятно. Для меня это психологически какая-то дичь. Да, все познается в сравнении, то есть, эти люди все равно, они отдают себе отчет в том, что они делают. И когда они видят тех, кто работает в военкомате, какие вещи они допускают. Во-первых, это средний возраст, это всегда люди из Советского Союза, то есть, там, кого-то найти моложе 30-35 лет можно только, если это какой-нибудь помощник, помощника, какая-нибудь девушка, секретарь, и это всегда соответствующая ментальность, да, совершенно советская. Ну, конечно, это... Да сейчас, понимаешь, к сожалению, это все реплицируется и повторяется в воспитании плюс пропаганда сейчас и 20-летние многие совки. Да, конечно, это протоколируется, да, родителями и так далее. И вот, когда эти люди... И плюс, ну, зарплата, да, это все равно очень связанные вещи, так сказать, с видением мира, да, потому что, когда человек идет на зарплату в военкомат там 20 тысяч рублей, а в Москве... тут большие вопросы. Вот он идет на 20 тысяч, все понимая, да? А зачем? А зачем он идет? А вот есть два пути, мы не будем сейчас говорить... Не будем, не будем. Да, не будем сильно... Мы не будем в эфире, да, сильно мы об этом... Да, мы скажем о другом. всех в стране, окей, я могу быть неправ, я могу быть неправ, возможно, 135 тысяч, это такая минимальная граница реально здоровых ребят, возможно, я ошибаюсь, возможно, их можно набрать в теории. Да, я этих здоровых... Да, да, возможно. Но когда мы говорим, а вот у меня партнер мой по бизнесу, соучредитель... Так что, да, по бизнесу партнерам... Это ты будешь объяснить. За пропаганду. Он спорил с военкомом в прямом эфире, популярный ролик, кто захочет, может перейти, и военком города Балагоя, да, военком города Балагоя, я сейчас не буду кидаться цифрами, сколько там людей живет, это, в общем, маленький город, небольшой совершенно. И он мне рассказывал, после вот этого эфира, я сидел там за кадром, рассказывал, мы его все-таки после эфира смогли убедить, он все-таки бывший военком, мы смогли его убедить о том, что все-таки есть какая-то иная точка зрения, да, чем то, что транслирует. Но вы не били его ногами? Не, не били, просто, ну, все-таки два с половиной часа, да, личной беседы может совершить чудо. я бы не видел, два с половиной часа. Беседовать с военком два с половиной часа, потом надо много шампанского черного. Вот, да, и мы, значит, его смогли переубедить, и мы его спрашиваем, какой план? Какой план? И в городе Балагоя там план, ну, в сотнях людей измеряется, а ведь нет гарантии, то есть, если 135 тысяч в стране, да, найдем, хорошо, предположим, но ведь в городе Балагоя вообще нет гарантии, оттуда могут уехать в Москву, оттуда могут уехать в Тверь, оттуда могут уехать в Питер, оттуда могут уехать... Вот правильно ты обратил внимание на эту проблему, могут уехать, а если запретить выезжать... Я думаю, в каких-то кабинетах об этом тоже думают. Тут недалеко у тебя кабинеты, а когда... Понимаешь, вот ты правильно... Очень важно верно обозначить проблему, да? А это к этому идет, то есть, и мы говорим, когда ты там, когда упоминаем, да, о том, что закончен призыв, когда вы придете к власти, Евгений, мы очень ждем этого момента, вы, значит, закончите призыв. Так вот, пока вы к власти не приходите... Но я не сказал, что я начну. Да, с этого. Вот, значит, пока все, к сожалению, идет в другую сторону. Вот эти вот обещания с ельцинских времен, да, это... Да, Ельцин обещал обнимать призыв и лечь на рельсы, в итоге, значит, он вместо рельс кинул Путина, вот, и, да, и... Вот, то есть, мы видим, что идет вот сейчас на рассмотрении, а мы уже устали следить за этим законом, потому что они его мусолят, и я думаю, что в каком-то виде примут, это такой же сложный по-своему закон, как пенсионная реформа, они обсуждают, а в Госдуме уже второе чтение прошло, сейчас вот третье, буквально, в последнее чтение. Они еще что-то обсуждают. Они что-то обсуждают, да, и я думаю, они обсуждают, как бы этот закон принять, но так, чтобы не повторились там хоть какие-то вот эти шествия, значит, истории. Ну, какие шествия? Ну, даже если дети, кто-то пройдет куда-то, ну, закатает ОМОН, ну, какие шествия? Ну, видать, нежелательно, все-таки это касается такой... Ой, они-то закомплексованные ребята, конечно, прямо вот, в этом смысле, Лукашенко, когда вот я увидел его тут, я спал, с автоматом, красиво, спал, и мне какая-то пресса просит комментарий, присылает это, я говорю, ну, я не знаю, что он присылает это в ММС, и там парень, пожилой человек с автоматом, вот это да, а эти стесняются как-то обмануть, ну, отвезти через либеральных, лучших либеральных блогеров, там какой-то, один есть такой нестриженный, как негритянский, у него что-то, другой еще, тоже туалетный ёршик, они через либеральных, вот, которые на зарплате блогеров, они пытаются как-то эту толпу куда-то еще, вот, и чего-нибудь, я не знаю, надо как-то, ну, по-русски, откровение, это такой ход, вот я чувствую, что они пригласили каких-то себе с запада этих консультантов-пиарщиков, которые придумывают это, я по-другому вообще здесь, консультантами этими, по крайней мере, пока, да, вот, и вот оно идет к тому, что, закон-то какой, да, закон голосит о том, что мы сейчас, не то, что запретим выезжать, это ерунда, это пока, наверное, нам не грозит, а вот, мы будем, значит, призывать, призывать, но не по повестке, как раньше, потому что по повесткам-то в том или ином виде, вот, с исторических времен, да, те, ну, понятно, что там была не бумага, понятно, что там были какие-то другие вещи, хотя, была большая повестка, да, вот, это то самое, как ты правильно рассказали, да, там, вот эту историю о том, сколько нужно, ну, просто села, да, то же самое, по сути, вот, как сейчас этот пункт призыва. Кстати, да, и там планы здесь, там община решает, здесь решает чиновник. тоже община своеобразная образовывается, да, вот, и сейчас это меняем, говорят, а по повесткам плохо ходят, ну, значит, какое у нас есть решение, пусть ходят без повесток, и это вообще беспрецедентная история, на самом деле выходящая далеко за рамки просто призыва, то есть по факту 18-летия ты сам обязан под страхом уголовного дела будешь прийти, и это безусловно, ну, это уже просто, то есть какой бы, даже если в глубине души бы я был интересантом того призыва, да, то есть, ну, это, это, это ошарашивает просто, то есть это та история, которая просто ошарашивает. с чего я начал, когда уничтожают ощущение свободы в личности, да, даже само ощущение, что ты даже ощущать не можешь, что ты свободен, ты обязан пойти и сдаться. Да, вот 18 лет, то есть это вот сейчас третий, а потом там, если я неправильно помню, Советской Федерации, это же знаешь, я не скажу кто, но говорили, что таким с акцентом, значит, сдавайтесь, вы окружены, вот, я не знаю, что это будет, да, то есть потому, ну, сограждане, сдавайтесь, да, ну, это известная история, вот, я не представляю, потому что это же сотни уголовных дел, это сотни уголовных дел, даже в том же балагом. ты понимаешь, если ты так любишь, это вот, конечно, балаголь, это просто единственный военком, я просто обвиняюсь, что я знаю всех военкомов, это единственный военком, которого я знаю. Ты сейчас с кого-то, если кого-то сливаешь, я не понимаю, ну, не важно. Смысл в том, что, вообще, вот, если так подумать, за что, ведь это еще и, так, параллельность свечки, их учат, к попам приучают, да, постоянно это все, это, крапят, крапят, крапят и так далее. Обратите внимание, как это подло, что все под маской, под маской какой-то благости, к слову, духовности, и это же полностью противоречит, они тратят миллиарды на пропаганду православия, где подставь другую щеку, нет, больше ни элина не уйдей, то есть даже нации нет, даже государств нету, вы все едины, вы Христе, а где же вы едины, если есть начальник подчиненный, если есть одна нация, одно государство, другое, одна армия, другая, и, кстати говоря, ведь когда русские княжества между собой воевали просто смертельно, насмерть воевали, да, русские княжества, и тверичи молебен устраивали, чтобы перерезать новгородцев, новгородцы, москвичей, тверичи и так далее, и прочее, и прочее, то есть и все это называлось борьбой за объединение русского государства, поэтому вот параллельно хочу сказать об этом лицемерии, об этой какой-то, я не знаю, но стилистической пошлости мы не можем, вернее, они пропаганды не могут выдержать ни одну стилистику, да, ни православную, ни советскую, ни царскую, вот совершенно не могут, у них все смешано, обратите внимание, поэтому у нас и византийский или какой, но не только византийский, двуглавый орел, и звезда, и у кого звезда пятиконечная, у кого Давида, и все это как-то вместе получается, и агрессия, и православие, и ракеты, и пушки, и сатана, но главное, что в этом жуткого вида, так называемом храме, выставили личные вещи, по-моему, до Гитлера, вот, и назвал, заместитель министра, назвал реликвиями, так что понимали, что для них, это где профиль Шойгу, из мозаики сейчас, по-моему, его отодрали, отдрали, все это, отлепили, отбрали, отслов, молодец, молодец, там тоже подрежем чуть-чуть, так сказать, вот, да, но прости, перебил, ты что-то очень, хотел кого-то, военкома сдать, или что-то? А, да нет, не сдать, а просто вот премия, премия, то есть, ну, ситуация, то есть, моя премия зависит, я военком, моя премия зависит от того, ты можешь об этом вообще говорить, что премия, это все официально, да? Это его слова, да, что мне скрывать, да, то есть, это вот его премия зависит от плана призыва в Балагом, то есть, и это, ну, с Балагой, это же не самое маленькое еще там, да, поселение, так скажем, России, и, то есть, и там доходит до того, что мы, когда работаем в Москве, это другая реальность, ну, как и все в Москве, другая реальность, да, относительно России, не знаю, а я был, компанию мы основали в Омске, да, это другая реальность, но если говорить о вот этих маленьких местах, там вот, ну, реально это выглядит вот так, то есть, призыв в вот этих местах, он выглядит мало чем отличаешься, там, от 17, 18, 18, 19 века, да, потому что мотивация сказать, что человек здоров заключается в том, я живу в соседнем доме, я всю жизнь слышу, как ты кричишь в футбол, играешь, где ты нездоров, это цитата, это прямая речь, вот ты знаешь, если кто действительно орет на школьных площадках во дворе, вот я считаю, надо поголовно как раз записывать, им нельзя помогать, записывать, типа, к черту и сразу на Донбасс, и безвозвратно, потому что это такое скатье, это просто дегенераты и дебилы, и орут как животные, поэтому... Это же вторичное у вас, Евгения. Нет, ну, это конкретное, естественно, все, что я говорю, вообще отлично, я не говорю ни от тебя, ни от стола, ни от той комнаты, все личное, вот, но это просто медицинский факт, если ноль интеллекта, если оно может орать, как дебилы, пинать годами этот мячик, и шуметь, то, ну, значит, ему, значит, голова, не нужно, не нужно, не нужно, а речь там о детстве идет, то есть, он там пинал этот мячик до 8 лет, до 10, до 8 лет, я думаю, что еще позволительно пинать мячик, всем пинать, я уверен, что вы занимались историей Первой мировой войны, разумеется, 8 лет, а, кстати, это... Первый? Нет, 8 лет, 8 лет, совершенно неинтересная тема, да, и тоже послали помирать русских солдат, не пойми за что, ультиматум кайзеру, какой ультиматум кайзеру, внутри семьи, кстати, потому что они все были родственники, кайзер был тоже тут шефом одного из полков, и просто опять в расход пустили, угробили империю, угробили государство, тоже... А, кстати, эксклюзивный вопрос, как у вас, Евгений, вопрос с армией решался в свое время? Я даже не помню, что-то нашли такое, что-то я... Что не стоит? Очень слаб здоровьем, бесконечно слаб здоровьем, не знаю, как... для чего, но для этого я бесконечно слаб здоровьем, но... Значит, для того, чтобы вот правду сообщать, у меня здоровья достаточно. Вот даже сегодня я двое суток уже не сплю, потому что были там интервью американцам, надо было потом лишний раз не ложиться, потом еще писал статью, двое суток не сплю, но, видишь, как я нахожу здоровье для того, чтобы здесь просвещать, и указывать, как Ленин, указывать путь к свободе личности. Но, кстати, по поводу пути к свободе личности, вот все-таки скажи, я не знаю, может быть, были какие-то обиды или наезды, или, может, даже со стороны тех, кто обращался, кто не обращался, родители, органы, вот что-то такое. Ох, да ну, то есть наш основной посыл, да, мы освобождаем от армии на законных основаниях, то есть сам по себе посыл, конечно, бесит всех. То есть я, когда комплементарно говорю обо всех этих органах, это комплементарно, когда мы уже разобрались, то есть мы познакомились сюда, пришли там, а так, каждонедельный, то есть у нас юридический департамент, который занимается не клиентами, а, ну, вот, делами компании, защитой компании, это такой хороший, полноценный департамент, который занят каждый день. Вот то, о чем я говорю, можете сказать, на что идут силы внутри, ребят, на что идут силы внутри государства, когда друг от друга внутри, какое, матерное слово, НАТО, ну, какое НАТО, да? Да, то есть мы боремся, и мы при том, а мы платим все налоги, потому что мы же всегда, разумеется, боялись, ты там занимаешься освобожением от призыва, и ты, конечно, должен быть чище, там, чем любой продуктовый магазин, чем любое бизнес. Святее папы римские. Да, да, мы всегда, но при этом всегда приходят с одними и теми же запросами. Да, потом разбираются, все хорошо, мы прошли все проверки, но в целом это каждонедельное, причем, чем больше филиалов, отовсюду, и самое смешное, когда там, где нас нет, и там, где у нас ни одного клиента нет, какое-нибудь село, там, в республике Чечня, там, в республике Дагестан, там, да, какое-нибудь село, и у нас там юрист, он должен там брать, значит, этих лошадей, после аэропорта там Грозного или аэропорт там еще какого-нибудь, Махачкалы, он должен брать там этих лошадей, повозку, потому что там ничего нет, и ехать в это село, потому что там вот стоит маленький суд, и там местный местечковый прокурор, они так и пишут, в процессе поиска информации в интернете, наткнулся на сайт, разлагающий, там, основы, значит, обороноспособности, противоречащиеся Конституции Удивительно, что они такие термины, это еще советские, подрывающие, может быть даже попроще, и вот это всех, конечно, очень бесит, это и Роскомнадзор, это и прокуратура, и Следственный комитет, это и обычные там участковые полиции, они же все на зарплате, понимаешь, это все бюджеты, и чем они занимаются? Да, сначала мы занимались там, как с основателями сами, вот это вот у меня бесконечные были, я там сидел, начиная от АБЭП какого-нибудь там, хотя и тараканы, вот пищевое, что-то там, это санинспекция. благо, да, мы вот боимся открывать, у нас тут была идея, что открывать там кафе, там какое-то, знаете, что-то такое, маленькое, постоянное, ну не кафе, а маленькое, да, да, но у нас бы сразу что-нибудь нашли, найдут, найдут, мы сделали один офис, придут, придут так, значит, это самое, из пробирки, да, да, крысы, таракан, таракан, о, таракан, мы думали, да, сделать просто для того, чтобы клиентам было удобнее, ну то есть какой-то там покушать что-то и так далее, потому что приходят иногда очереди образуют, стараемся не допускать, вот, ну нет, побоялись, потому что один раз сделали в городе Уфе прекрасном, сделали в торговом помещении офис, и там, а так как на офисные помещения там попроще нормы, а мы сделали вот на торговых площадях, да, вот где бутики там и так далее, и мы сделали там офис, и тут же пришла пожарная служба и говорит, ребята, с полом что-то не так, что-то у вас с полом не так, мы говорим, а что с полом не так, ну, с полом не так, то, что вы призыва нет, вот примерно такой был ответ, поменяйте-ка пол, и, ну то есть я не знаю, что они рассчитывали, что у нас там на 46 филиалов денег на пол не хватит, или что какая была расчет, мы поменяли пол, все окей, все славно там, да, и так далее. Стены не те, да. Да, вот объяснили им, что мы пол поменяли, они даже не проверяли, если честно, действительно ли мы поменяли, была вот цель отработать, да, поэтому, конечно, это всех бесит. Что касается родителей, ну тут скорее к нам не доходят, тех, чьих родителей это действительно бесит, единственное, что часто просят, а вы вот мне звоните только на этот номер, а только вот в это время, потому что... То, о чем ты уже сказал, вот эта война внутри семьи тоже, Потому что действительно есть шизанутые эти самки и самцы, которые... От чего, кстати, это идет? Вот ты знаешь, от чего это идет? Я объясню. От чего такой совок идет, от чего ненависть к детям и, так сказать, стань мужиком и прочее. Очень просто. Это лузеры, это неудачники родителей, это бедные нищие. Они не могут дать своим детям Оксфорд, Кембридж, просто повезти в Париж, в Венецию, в Майами. Они не могут купить роскошную квартиру. Они не могут их водить в хорошие рестораны, покупать билеты на мои лекции даже. Нищие, да, звонят, можно без билета, чтобы нищая семья. Родители патриоты, нет денег на билет, но вот я такой поклонник. Понимаешь, они не могут. Но что они могут? Они могут только сказать, а это и не нужно. Мы вот здесь окопались, вокруг враги. И вот это, значит, то, как я свою жизнь проживаю вот так в нищете, бедлячь, это и есть по-мужски и прочее. И ненависть. И они вымещают свою ущербность, свои неудачи. Жизнь на ком? На детях. Потому что они не могут выместить на правительство, их уничтожат. Они не могут выместить там на каком-нибудь известном человеке, на мне, я их тоже уничтожу. Ну вот, а на работе их унижают. Кто-то потерял работу, вообще уже никто. И они вымещают на детях. И поэтому происходит, кстати, среди, я думаю, болезней не меньше. Такие неврозы, болезни психические и прочее, прочее. А чего? Именно от этой ситуации в семье, когда годы, годы, годы это длится и прочее. И вот я сейчас специально эту тираду дал для ребяток, юношей, которые и переживают это в семье. И вы должны, во-первых, понимать, откуда ноги растут. Что это такое? Это от лузерства. Он, так и скажи, там, вот такой, значит, папаша-мамаша, которой ты типа служи, скажи, так, почему ты вот так любишь там совок, почему ты так обожаешь вывозящего, значит, эшелоны, семь вагонов, смародерил Жуков из Германии, Кутузов с девками 14-летними, которые сжег в Москву вместе с Ростовчиным, да, но Ростовчин жег, Кутузов помогал, вывозя пожарный инструмент, бросил 300 тысяч русских раненых. Они обожают, они же не читают, они и читать умеют, и им не нужны, кстати, аргументы. И это, понимаешь, здесь не идет речь об аргументах, здесь идет речь о фоноберии, истерике и бедлячестве. Почему? А ты же не можешь мне не то, что там в Оксфорд оплатить обучение, да, или там в МГУ, а ты не можешь даже просто в ресторан хороший сводить. Ты не можешь хорошую одежду купить, мы не можем жить в хорошей квартире, многие даже не займутся съемной, можешь хрущевать, неважно, да, и ты вот сидишь здесь в драной майке и прочее, и кричишь на всех, слушаешь там какой-нибудь первый канал и прочее, и окапываешься, окапываешься, окачиваешься, ты уже окоп, ты живешь как в могиле, твоя жизнь бессмысленна. Вот что нужно, как нужно ставить этот вопрос, потому что аргументы не действуют, а они должны понимать, что не они виноваты, у многих комплекс вины, у многих комплекс неполноценности возникают у детей. Нет, это вина родителей, полная вина родителей, даже не государство, да, пропаганда, да, неэффективная экономика, но все равно каждый решает за себя. Но если ты, хорошо, неэффективная экономика, у тебя нет денег, а зачем ты рожаешь тогда? Зачем ты делаешь несчастного, нищего и прочего? Поэтому вот это очень важно понимать, мне часто об этом на канал пишут и так далее, я эту проблему знаю. И вот все-таки, значит, скажи еще, какие, значит, перспективы у нас, вот что ты предполагаешь будет в этом призыве в этом году, какие новые законы, какие опасности или, наоборот, может, позитивные, не знаю. Ох, да позитивного мало, позитивного мало. Вот про закон я сказал, это, пожалуй, самая такая большая и великая их инициатива, да, то есть я надеюсь, что его вообще не примут, но, объективно говоря, мои надежды вряд ли, так сказать, кого-то волнуют. Поэтому, скорее всего, вопрос только примут, когда примут и когда начнет действовать, да. Вот моя гипотеза, что осенью, почему? Потому что весной была сложная ситуация для них, потому что все-таки мы видели в десяток, вот, не побоюсь этого слова, раз больше нарушений, вот прям на порядок, да, обычно это преувеличивает, вот это истина. И почему? Потому что, ну, по сути, из, там, апрель, май, июнь и пол-июля, из трех, там, апрель, май, июнь, да, из трех с половиной месяцев превратилось в еле как два, то и полтора, потому что, там, отмелись майские праздники, 12 мая более-менее что-то начали, но не везде в Москве объективно начали только звонить числа 20-25 мая, и это, в итоге, там, превратилось в июнь-июль. В Питере еще хуже, потому что в Питере мы знаем, да, что долго снимали все эти карантинные миры после Москвы, потому что Москва была такая показательная, потемкинская деревня, где всех исцелили, значит, а в Питере не так исцелили, да, как в Москве, а вот в Омске, да, родном для нашей компании, где у нас множество сотрудников работает, там вообще исцелили на два месяца позже, хотя вот омские люди путешествуют в десятки раз меньше, чем москвичи, и как такая магия случилась, мне до сих пор не ясно, ну, не об этом, да, вот. Вот, и, собственно, эти призывные месяцы, они официально отчитались о выполнении плана, но моя гипотеза, что это исключительно гипотеза и личное мнение, да, не претендую на истину, что план выполнен, конечно, не был. И, несмотря на все эти ужесточения, несмотря на все эти закручивания гаек, я думаю, что там сейчас острый недостаток, а мы увидим где-то ближе к концу, вот, сентября, да. То есть, обратите внимание, пропаганда, вот этот псевдопатриотизм не работает совершенно, на самом-то деле, ну, совершенно, по большому счету, иначе бы не было такой проблемы, иначе бы не было твоего офиса, если бы это работало, то у них бы не было ОМОН, автозаков, у них бы не было, так сказать, наездов на тебя, вообще твоей фирмы не работают. В десятки раз хуже, да, с каждым годом. И раньше бы, если бы, минуточку, если бы пропаганда работала при совке, не было бы заградотрядов, не было бы миллионов пленных в первые дни войны, второй мировой, если бы это работало в 12-м году, мы бы не убежали до Москвы, не сдали бы Москву. Кстати, ладно, армия проиграла сожжение, значит, Москва капитулировала, но, а где крестьяне, где жители, не, вдумайтесь, вот, ребятки, слушайте, ни один, ни один, даже сумасшедший пьяный крестьянин не пошел выбивать французов из священной столицы, где все погребения русских царей, ни один. Вот, а что они сделали? Ну, они были в Москве, русские крестьяне были в Москве, но за сутки до вступления армии Наполеона, дело в том, что они пришли, многие подмосковные крестьяне, и разграбили город полностью. Французам грабить уже было нечего и не нужно. Разграбили полностью, я здесь публикую официальные отчеты, впервые, кстати, в монографии в 2011-го года, впервые ни один мой коллега из прошлых и настоящих не опубликовал отчеты полицмейстеров разных частей Москвы, которые специально докладывали по итогам расследования, что вот пришли, да, русские крестьяне, и, кстати, мародеры-солдаты, и разграбили лапки, магазины, перепились. Но что поразительно, вот по поводу внутренней войны, то, о чем мы все время возвращаемся к этой теме, русские крестьяне вбегали в особенно красивые особняки городские усадьбы, и то, что не могли украсть, они выбрасывали, в том числе с мезонина, со второго этажа, выбрасывали и разбивали мебель из красного дерева, из сережакопа, из корейской березы, потому что они ненавидели не просто помещиков, богатых или горожан и прочее. Поэтому о чем мы говорим? Вот тебе пропаганда, вот тебе пропаганда, кстати, и православие, вот есть реальность, вот есть реальность. Опять же, перенося, экстраполируя всю эту ситуацию на современность, каждый второй человек, который постфактум, после армии, ну, то есть вообще нам уже очень много пишут, потому что мы в этой теме работаем, нам много пишут те, кто уже все-таки отслужил. Я не делюсь на три категории, да, то есть принципиальные фанатики, я отслужил, вы все там говно, а вот это вся история. Ну, как он уже потерял время, да, да, это вот такая защитная позиция, скажем так, мы стараемся не контактировать, спасибо, мы уважаем тех, кто служил, до свидания. Да, ну, у нас ведь есть и специальные учреждения, где могут это быть. Да, да, вот, вторые люди, это те, кто, ну, хотя бы постфактум, говорит, делать там нечего, вы молодцы, что помогаете, я на своей шкуре испытал, кто-то там пишет, я жалко, что я к вам не обратился, не видел, не знал и так далее, ну, это все отговорки, ну, тем не менее, мы, опять же, уважаем эту позицию, хорошо, что она поменялась после, да, год, конечно, не восстановишь, ну, хотя бы так. И третья уникальная категория для меня, она чуть ли не те же самые 33%, да, оставшиеся, это люди, которые рассказывают о том, как круто там было воровать топливо, о том, что там можно нормально поднять денег, потому что там продавать чуть ли не патроны, да, это может быть уже мое, так сказать, художественное преувеличение, но тем не менее. Продавать там какие-то, ну, там, ГСМ, вот эта фраза ГСМ, ну, как бы ГСМ не употребляется ежедневно, да, в лексиконе, вот ГСМ, вот это вот, ну, горючий смазочный материал, там они не называются, там, бензин, да, это вот там горючий смазочный материал, вот этих вот машин, там, сливать, да, сливать, вот эта вся история, о том, как еду, вот эта еда для меня, особенно, ладно, ГСМ, там, бог бы с ним, еще как-то с трудом представить можно, а подрываешь обороноспособность, значит, по-настоящему сливая топливо из боевых, да, машин, а еду, то есть у своих, там, вот этих ребят, которые, там, не доедают, дичь полная, полная дичь, да. Продаешь еду, там, куда-то в деревню бежишь, там, продаешь эту, там, колбасу, это моральные ублюдки, и, конечно, такие есть, вот, да, из чего состоит эта ситуация, страшно. Ну, что, ты знаешь, вообще, вот это потрясающе, вы меня пригласили в гости записаться, интервью по поводу, как это раньше было, а я, все-таки, как, вот, знаешь, это в том же романе Захер Мазыха, да, взял инициативу в свои руки и немножко, немножко эту ситуацию заставил служить себе, извини за такую инициативу, что я на чужом, в общем-то, на чужом поле, я занял твою, как Наполеон на Бородинском поле, он же взял и Батарея Раевского, и Пократионова Плеши, все вот эти укрепления русских, но при этом это, я считаю, что это твоя нравственная победа, не важно, что он там бежал к черту, до Москвы, оставил Москву, но давайте, вот, патриотически, ну, нравственная победа, ну, вот, я считаю, что у Бориса сегодня большая нравственная победа, но это до той поры, пока я, так сказать, не приду, вот, и сразу я, конечно, сверну голову всем этим антигосударственным элементам. На начало, что вам и государство привезут. Вы просто еще будете потом, верните его, я все прощу, да? Ну, мы сейчас сделаем фотографию после эфира, я напомню, да, нашим знакомствам. Знаешь, потом ведь Ежов исчезал с фотографии со Сталином, ты знаешь, там, ну, были фотографии, там, Сталин, или кто-то, и Ежов там, да, а потом раз, и нет Ежова на фотографии. Так бывает. А и часы потом. Ну что, кто-то из нас должен попрощаться с людьми. Попрощайся с людьми. Ну, кто-то должен закончить передачу, потому что ты начинал, или я... Давай сначала ты закончи, а потом кончим я. Я думаю, что у меня будет посыл. Во-первых, я очень рад был познакомиться, и так как зрители будут каналы Евгения, спасибо, что поддерживаете, так сказать, для какой-то категории лиц это маэстро, и я в том числе в том поколении, который благодаря, так сказать, этим мемам и всей этой истории узнал о Евгении как об историке, и когда заинтересовался чем-то выше, так сказать, когда мы уже освободили там 60 тысяч плюс ребят от армии, и мне стало очень интересно, а что же, собственно, повлияло на становление от этой призывной армии в России. Так что всем, собственно, доброго здравия, всем спасибо, что вы просвещаетесь, и я думаю, что на этом канале минимальное количество людей из, так скажем, тех людей, которые будут нам писать, опять же, как я упоминал, в группу о том, что не служил ни мужик, или что в армии неплохо бы приторговывать там едой или топливом, и я надеюсь, что многих из вас мы увидим, многим из вас мы сможем помочь, ну и, собственно, как бы то ни было с нами или без нас, что вы будете делать правильный выбор не только как тратить год, собственно, вместо армии, а вообще сделать выбор самостоятельно всегда, везде и всюду, не озираясь на общественное мнение, не озираясь на мнение тех, кто вам пытается что-то, так сказать, излишне навязать, так вот скажем. Вот, поэтому всем спасибо, Евгений, спасибо вам за эту беседу. Но кое-кому-то надо прислушиваться. Кое-кому без словно, нет, разумеется... А то излишне либерально... Замечательно сказал, но так, значит, излишне либерально. Давай я тоже, но я даже сейчас немножко еще перелиберальничаю. Любите свободу, дорогие друзья, свобода личности, свобода дышать, гулять, путешествовать, думать, что вы хотите, делать, что вы хотите, передвигаться, как вы хотите, это превыше всего. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok